Видео подготовлено каналом уроки ТВ номер 3. Какой дробью можно обозначить закрашенную часть каждого круга и незакрашенную часть каждого круга? Рассмотрим первый рисунок. Круг разделен на 8 частей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Три части из них закрашены, значит закрашены 3 восьмых. Рассмотрим второй рисунок. Данный круг разделен на три части. 1, 2, 3. Две части из трех закрашены, значит закрашены две третьих. Рассмотрим третий рисунок. Данный круг разделен на 6 частей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все части равные. Из шести частей мы видим 4 закрашенных, значит закрашено 4 шестых круга. Рассмотрим четвертый рисунок. Он разделен на 4 части. Из них две части закрашены. Две четвертых закрашены. Вторым заданием мы будем выделять незакрашенную часть круга. Так как разделен на 8 частей у нас первый и из них 5 частей белого цвета незакрашенных, то незакрашенным остается 5 восьмых. Второй рисунок. Круг разделен на три части. А незакрашена одна, значит одна треть. Третий рисунок. Круг разделен на 6 частей. Из них две незакрашенных, значит две шестых данного круга осталось незакрашено. И четвертый рисунок. Круг разделен на четыре части. Две четвертых из них не закрашено. Получается, что данный круг мы разделили пополам. Две четвертых закрасили и две четвертых не закрасили. Можно сказать, что одна вторая круга не закрашена и одна вторая часть круга закрашена. То есть если числитель и знаменатель этой дроби разделить на два, то две четвертых это дробь равная одной второй. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.